Сотрудники силовых структур Таджикистана сегодня задержали еще трех сторонников мятежного генерала Абдухалима Назарзады. Как сообщили в МВД республики, они прятались в горах, и у задержанных изъят целый арсенал оружия. Возможно, того самого, что было захвачено при нападении на воинскую часть в Душанбе. Сам генерал, которого обвиняют в попытке госпереворота, до сих пор скрывается в одном из ущелий. С места проведения боевой операции наш военный обозреватель Александр Сладков. Мы находимся в Рамецком ущелье. Здесь вот уже несколько дней проходит специальная операция по розыску и нейтрализации отряда бывшего заместителя министра обороны республики Таджикистан Назарзады. Впрочем, сам генерал свое участие в мятеже отрицает. Через интернет его товарищ распространил письмо, в котором говорится, что генерал и еще несколько бывших полевых командиров объединенной таджикской оппозиции собрались на секретной квартире 3 сентября в Душанбе и решили, ожидая свой арест, захватить оружие в одной из частей Министерства внутренних дел и прорываться из уже блокированного города. Так вот, якобы во время реализации этих планов никто не погиб, но есть факты. 4 сентября в двух местах республики Таджикистан были совершены вооруженные нападения на части Министерства внутренних дел. Это на гаишников в районе аэропорта Душанбе и в городе Вахдад, который стоит на полпути от столицы к Раминскому ущелью. Почему экс-генерал выбрал для своего отступления именно Раминское ущелье? Это огромный охраняемый природный заповедник, 16 тысяч гектаров. От ущелья отходит отрок, который ведет прямо в сторону населенного пункта Калайхумба. Это уже афганская граница. То есть, в случае отступления мятежники могут рассчитывать скрыться за кордоном. Либо, если им удастся закрепиться в Раминском ущелье, то они могут рассчитывать на помощь из-за рубежа со стороны экстремистских, исландских, афганских группировок. В 1996 году правительство заключило с объединенной таджикской оппозицией в поисках мира соглашение, согласно которому оппозиции были предоставлены 30% мест в законодательной и исполнительной власти страны. Так и Назар Зуда стал заместителем министра обороны Республики Даджикистан. Сейчас его имуществом занимаются органы внутренних дел, а именно птицефабрикой, конезаводом, двумя гостиницами, расположенными в столице Республики, городе Душамбе, и несколькими квартирами, которые расположены на престижном проспекте Рудаки. Всего в результате специальной операции в Раминском ущелье, по официальным данным, уничтожено 20 членов группы бывшего генерала Назар Зуды, 56 мятежников задержаны, изъято 5 автоматов Калашникова и большое количество боеприпасов к стрелковому оружию. В отношении экс-замминистра обороны Республики Таджикистан уже возбуждено уголовное дело по статьям, предусматривающим ответственность за измену Родине, вредительство и терроризм.